Сегодня глава государства встретился с председателем Верховного суда Гульбарой Калиевой. В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации судебно-правовой реформы и оптимизации деятельности судебной системы в целом. Гульбара Калиева также проинформировала главу государства о деятельности Верховного суда и местных судов. По ее словам, в целях оптимизации работы местных судов проводится ротация судей и сокращение должностей помощников судьи в отдельных судах. Кроме того, на встрече были подняты вопросы цифровизации. Подробности далее. В рамках судебно-правовой реформы в Верховном суде образованы два новых подразделения. Как проинформировала Гульбара Калиева, теперь за качество исполнения решений судов будет отвечать служба принудительного исполнения. Кадровый потенциал и материально-техническое обеспечение судов возложено на судебный департамент. Одно из направлений реформы, на которое глава государства обращает пристальное внимание, это цифровизация судебной системы. В марте Сорунбай Джейенбеков посетил Верховный суд и ознакомился с процессом внедрения аудио- и видеофиксации во всех залах заседаний. В деятельности судов это важный антикоррупционный инструмент. Предпосылок для внедрения аудио- и видеозаписи судебных заседаний немало. Как отмечают сами служители Фемиды, благодаря этому снижается количество нарушений как со стороны участников процесса, так и самих судей. Обеспечивается полнота составления протоколов и в целом удобство судебного производства для граждан. Нужно и удобно и не только сторонам, но и самим судьям тоже, чтобы судьи ввели в соответствии с процессуальным законодательством. Если они нарушают какую-то процессуальную норму или ведут себя неэтично, в конечном итоге эти видеозаписи могут стать доказательной базой для привлечения этих судей тоже. Но сегодня на встрече глава государства отметил, как ситуация, связанная с коронавирусом, показала, что суды полноценно не готовы к проведению дистанционных судебных заседаний. Проблему необходимо решать, завершить работу по внедрению систем аудио- и видеофиксации во всех залах судебных слушаний. За несколько лет инициатива поднялась, были установлены в 86 судах, точнее в судебных залах и в 21 суде. Предполагается, что в ближайшее время еще доукомплектовать 77 залов, где-то в 25 судах, в том числе еще дополнительно в трех судебных залах Верховного суда. Цифровизация судов началась с организации электронного делопроизводства. Поэтапно внедряется автоматизированная информационная система АИС. Теперь все поступающие в суд дела распределяются среди судей автоматически. Обеспечивается равная нагрузка на служителей Фемиды. Главное преимущество АИС – отсутствие человеческого фактора. После регистрации канцелярии сама программа без каких-либо влияний и нажиманий со стороны человека распределяется автоматически. Это исключает мнение тех или иных лиц о том, что каким-то образом при распределении исковых заявлений какой-то субъективный подход к тому или иному исковому заявлению. На сегодняшний день автоматизированная информационная система работает во всех судах первой и второй инстанции. Верховный суд подключится к этой системе в следующем году. Судьи отмечают, что благодаря автоматизации вся тяжелая письменная работа постепенно уходит в прошлое. Повышается оперативность судебных процессов. Ухо и суда, он уже через систему Тюндук связан с системой ГРС. Такой же системой ГРС. И в суду уже нет необходимости направлять требования в адресное бюро, о месте жительства, об имуществе. И уже через эту систему не направляя требования в госорган, то есть не отлагая судебные процессы, в онлайн режиме сразу суд может увидеть. Однако Сорун Байченбеков обратил внимание Гульбары Калиевой на то, что в его адрес продолжают поступать жалобы на волокиту дел и затягивания судебного разбирательства. Кроме того, нужно ускориться по внедрению судебного и судебно-исполнительного блоков в единый реестр преступлений и проступков. Как отмечает эксперт Гульмира Маматкеримова, ЕРПП сокращает возможности для сокрытия преступлений. По итогам встречи Сорун Байченбеков подчеркнул необходимость завершения запланированных работ по реализации судебно-правовой реформы до конца текущего года. Глава государства напомнил, что одно из приоритетных направлений судебной реформы – это повышение ответственности судей и улучшение качества их работы.